Мы не поднимаем... Чего мы не поднимаем? Мы не социализм, мы капитализм. Мы не можем поднять ничего, нами руководят торгаши. И ничего вы вмешаться в это не можете. Ни я не могу вмешаться в процесс моего показа на РЕН-ТВ. Ни вы не можете, чтобы выше пояса. Конечно, разве могло подобное случиться в советское время, чтобы то, что несет Камеди Клаб или Дом-2 получили на советском телевизоре? Это о чем вы говорите? А разве могли чеченцы разъезжать по улицам с оружием в Москве? Да что вы, много чего не могло. И не надо говорить, что в советское время молодые девчонки сидят, что в советское время все было плохо. Что за чушь? У меня 3000 друзей минимум было за советское время, ни одного не посадили. Ни одного. Что вы придумываете все, что у нас вот так сажали? Мне один бизнесмен говорит, а у меня 5 друзей посадили. Я говорю, перечисли. А он перечисли, а они все жулики. Они должны сидеть в тюрьме. А сегодня эти повылезали, они помощники депутатов. Мы живем при капитализме, самом негодяйском строе. Но нам сказали, что это демократия. Нам же внушают это. А демократия это строй, по-твоему? Нет. Кто-то. Вы же не учили Ленина, вы не знаете, что такое строй. Строй это отношение к средствам производства. У Ленина надо поучиться. Он теоретик был великий. Капитализм, Ленин прав и Маркс прав. Самое отвратительное устройство общества. Почему? Потому что самые плохие качества человека делают его внешне успешным. В советское время торговцы и потомки торгашей не принимались в научно-исследовательские институты, закрытые, секретные. Их не брали в разведку, их не брали в КГБ. В армию их брали. Но они там не могли, не были допущены до секретов. У торговцев нет родины. У торгашей. У них где прибыль, там и родина. А сегодня мы лежим под торгашами. И, наверное, это очень такая беда, из которой очень трудно выбраться. И я настолько поменял свои взгляды, что в последний раз, когда были выборы, я в интернете выложил статью с советами голосовать за коммунистическую партию.